Как ни странно, всем управляет закон сохранения энергии. Вот мы сейчас, мы это я в данном случае, но вместе с нашей школой, человек будущего, хомо-футуру, задумываемся о энергоэкономике личности. Потому что, поскольку всем управляет закон сохранения энергии, как я считаю, то так и получается. Например, обученческий процесс, тренировочный процесс происходит как? Ну, в первом варианте, который вообще-то доступен всем и каждому, но который очень длительный. Повторяй, пока не получится. То есть ты повторяешь какие-то действия, например, пишешь букву А, или выполняешь какое-то упражнение, пока не выработается навык. То есть ты будешь делать это так, что будешь делать это с минимальным усилием, автоматически. То есть с наименьшим энергорасходом. А вот если ты хочешь, перебирая разные упражнения, разные действия, подобрать именно то действие, которое подходит лично тебе, индивидуально, ты используешь второй принцип. Принцип ключа. Принцип подбора путем перебора. По критерию минимального усилия. По зеленой зоне. То есть ты делаешь только те действия, а другие отбрасываешь, которые не получаются, которые затруднительные. А делаешь только то, что делать легко. То есть в этой охоте за спонтанностью, в этой охоте за легкостью, в этой охоте за свободой. То есть там, где ты чувствуешь себя свободно, делаешь легко, без затрат нервных и физических, без всяких усилий. Ну, например, захотел, и рука твоя всплыла по твоему желанию. Но если ты много раз так будешь делать, на самом деле, если ты и хочешь, она начинает всплывать. И поэтому два пути туда. В это состояние, которое называется сейчас у нас процесс создания науки человечности. Да, и там этот метод ключ. Где ты перебираешь разные упражнения, подбираешь себе то, что тебе подходит, то, что делается на автомате, легко, свободно. И ты сбрасываешь этим самым подбором, путем перебора напряжение. Ну, хотя ты в этот момент, конечно, напрягаешься, потому что ты ищешь. А что же тебе легче? Ну, нас это мы никогда не учили. Это интересно, правда? Нас всегда учили как раз таки напрягаться, прикладывать настойчивость, прикладывать силу воли, преодолевая себя, чтобы добиваться задачи, решить ее, которую нам поставили. Работу, которую нам сказали сделать, выполнить. А в данном случае речь идет о том, чтобы открыть себя и выйти на состояние безмятежности, освободиться от страхов, комплексов, стереотипов и шаблонов мышления, выйти на самое себя, где ты чувствуешь, что ты есть. А это состояние как раз таки нуля. Состояние, которое сегодня уже называют, может быть, дефолтом мозга, нулевое состояние. Когда ты перестал реагировать на все, ты в этой тишине, в этой глубине задумался, замечтался. Это состояние безмятежности, состояние благоденствия, состояние глубинного душевного покоя. И в этом состоянии ты находишься, и здесь, в этом нулевом состоянии, состояние свободного сознания, без всяких шаблонов и авторитетов, как раз таки происходит самовосстановление, самоисцеление организма. И как раз таки здравый смысл здесь появляется, потому что ты освободился от эмоций. А эмоции – это отношения. Отношения. Это энергия, направленная то туда, то сюда, то туда, то сюда. А здесь как раз таки ты вошел в состояние безмятежности, и как раз таки ты находишься в состоянии самоидентификации такой, когда ты лучше понимаешь, чего ты хочешь, и как этого проще достичь. А это как раз таки получается там, где ты совпадаешь с самим собой, в тех областях деятельности, где ты совпадаешь с самим собой, со своими генетически заданными талантами и способностями. Вот видите, как закон сохранения энергии регулирует многие процессы. Те, которые мы еще пока не знаем, я о них сейчас не говорю, я говорю только об учебном процессе и тренировочном процессе. Причем я сейчас сказал о двух направлениях в обучении и тренировке. Когда ты тренируешься делать то, что тебе не хочется делать, тебе надо заставлять себя, правильно? Ты тренируешься там настойчивость, упорство, силу воли. А там, где ты делаешь то, что тебе нравится, это совпадает с тобой, с твоими талантами, с твоей природой. Ты там променяешь принцип отбора путем перебора. Да, я думаю, что многие люди, которые достигли самых высоких вершин мастерства именно в своем деле, потому они достигли, потому что они как раз таки занимались своим делом. То, что соответствует их характеру, темпераменту, талантам. Ну, в каждом жизни нас творец. И вот когда ты занимаешься подбором путем перебора, по критерию минимального усилия, с выходом на это нулевое состояние свободного сознания, ты развиваешь в себе творца. А там ты тренируешь у себя настойчивость, силу воли, способность преодолевать препятствия. Поэтому это должно быть у тебя в балансе. Это две стадии работы твоего мозга. И они же работают при принятии решений, и когда ты их реализуешь. Это все очень интересно. И это будет называться у нас наукой человечности, потому что без ключа, как вообще создать науку человечности, это мы все вместе будем объединяться на таких мозговых штурмах, уже владея ключом, чтобы выходить на это состояние безмятежности, уметь в нужный момент, в любое время, в любом месте, и решать какой-то глобальный вопрос, который волнует не только тебя, не только твою семью, не только твою страну, но и человечество. И тогда включаются у тебя ресурсы. Мы это сделаем. Скоро у нас будет мозговой штурм. Мы объявим это. И решим кое-какие вопросы, иначе нам с коронавирусом не справиться. Иначе нам цифровизацию, которую сейчас происходит, не использовать в правильном назначении. А мы должны взять все полезное от научно-технического прогресса. Не отдавать это в руки тех, которые нами манипулируют. Мы должны это отдавать в руки тех, которые имеют чувство ответственности и видят дальше своего носа, и которые не только изобретают новое, но будучи с критериями человечности. А вот закон сохранения энергии, оказывается, там вот такой вектор. Потому что все остальное у нас есть. В нашем мозге модель Вселенной. Звезды над нами, космос внутри нас. Все внутри нас есть. Главное поставить вопрос. И поэтому те люди, которые ставят вопросы, они только отвечают на них, не только думают, как свое творчество реализовать, отвечая на вопрос, но как раз-таки додумываются до новых вопросов. Они как раз-таки эти люди. Ну, это и вы. В каждом из нас гении. До встречи, друзья.